А знаете ли вы, как появилось кимоно? По мнению историков, изначально японцы носили простую одежду из конопли, похожую на длинное понче, перехваченное поясом. Но по мере развития торговых отношений с Китаем в пятом веке, они заимствовали у него одежду ханьфу, которая и стала прообразом кимоно. Постепенно, видоизменив китайский образец, японцы создали свой собственный уникальный стиль. Основные требования к японскому платью были сформулированы в эпоху Хэйян в 790-е годы. В отличие от западной моды с ее постоянно меняющимися силуэтами, форма кимоно не меняется, а меняются только узоры и цветовые оттенки. В основе костюма, форма которого напоминает букву Т, лежит прямоугольник из цельного кустка ткани. Простота фасона сочетается с функциональностью, поскольку свободно запахивающаяся одежда удобна во влажном климате Японии. Что касается цветов, то они связаны с временами года. Зимой кимоно шили белыми снаружи и красными с изнанки. Весной лавандового цвета на голубой прокладке. Летом традиционным считается красное кимоно без подкладки. От сезона зависел и рисунок костюма, бабочки и сакура для весны, водные рисунки для лета, листья японского клёна для осени, а сосны и бамбук для зимы. Кроме того, различные изображения несли в себе информацию о достатке, роде занятий, возрасте хозяина. Особый смысл придавался левой и правой стороне платья. В Японии левая сторона связывается с жизнью, а правая со смертью, поэтому живые люди запахивают левую часть кимоно поверх правой, а при облачении покойника, наоборот, правую запахивают поверх левой. Идеальным материалом для пошива кимоно считается шелк, сатин и хлопок. Само слово на японском означает «одежда, наряд». Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний. Продолжение следует...